Петра Ильича Чайковского Вся аудитория, то есть вы уже дышали воздухом Воткинского дома. Но я вам все-таки напомню, что в маленьком Воткинске Петр Чайковский, он родился и провел только первые 8 лет жизни. Вообще в старину говорили, что 8 лет это еще младенческие годы жизни. И вот тем не менее всю свою жизнь Чайковский он с такой любовью вспоминал Воткинск. И даже перед самой смертью он однажды сказал, я мечтал бы вернуться в Воткинск, чтобы просто подышать воздухом Воткинского дома. Свою лекцию я назвала «Уральский семейный альбом». Вы наверняка знаете, что несколько страниц этого семейного альбома Чайковских, они были написаны именно здесь, в Перми. Но сейчас опять же я хочу вас перенести в век XIX и представить конец XIX века. Франция, Монбельяр, Близ Парижа. «Знаете ли вы, что вы найдете у меня ваши маленькие сочинения тех лет? У меня сохранилось то, что вы называли вашими тетрадями удовольствия. Вы писали в них во время перерывов между занятиями», – сообщала Петру Ильичу Чайковскому своему знаменитому ученику, его престарелая гувернантка, мадемуазель Фанни Дюрбах, из Монбельяра в апреле 1892 года. И менее через год после этого письма произойдет их встреча. Декабрьским днем 1892 года, шагая по улочкам французского городка, Петр Ильич наверняка и не предполагал, что он откроет мир, дверь в мир своего далекого светлого детства. Но когда к нему вышла Фанни Дюрбах, крепко обняла его за плечи, он почувствовал себя снова маленьким Пьером, ее любимым учеником. И он писал, что болезненный страх мгновенно рассеялся, и он будто бы перенесся на 44 года назад в Воткинск. Прошлое с поразительной реальностью ожило перед ним. И перед ним снова была его любимая гувернантка, а он ее любимый ученик, маленький Пьер. Сколько общих воспоминаний, сколько уже почти забытых, но таких дорогих для них обоих мгновений Воткинской жизни. С момента первой встречи их в 1844 году они почувствовали родство по душе, и время не смогло его разрушить. Петр Ильич писал брату из Франции. Затем она показала мне наши тетради и несколько удивительных писем мамаши. Не могу выразить, до чего очаровательные волшебные чувства я испытал, слушая эти рассказы и читая все эти письма и тетради. Прошлое со всеми подробностями до того живо воскресло в памяти, что мне казалось, я дышу воздухом Воткинского дома. По временам я до того переносился в это далекое прошлое, что делалось как-то жутко и в то же время так сладко, и мы оба удерживались от слез. По возвращении в Россию Чайковский приступает к написанию последней шестой патетической симфонии. А весной 1893 года одну из своих пьес он назовет именно так – «Далекое прошлое». Это пьеса из цикла «Опуса 72». После встречи с Фанни Дюрбах Петр Ильич также писал «Теперь у меня планы и мечтания ехать на Урал». Ну а почему же Чайковский вспоминал именно Урал, а не только родной Воткинск? Потому что со многими уральскими городами, не только с Воткинском, были связаны самые добрые воспоминания, а также удивительные семейные легенды Чайковских. Да и Воткинский завод, на котором 11 лет служил отец композитора, начальником Воткинского завода, в XIX веке он относился к Вятской губернии, но также входил в число уральских и гороблагодатских заводов. Кстати, руководил этими заводами Владимир Андреевич Глинка, генерал, и называл он себя царь и бог Урала. И повторю, что некоторые уральские страницы родословной Чайковского, они написаны в Перми. Но вы скажете, зачем же так подробно изучать биографию Петра Ильича? Почему о биографии Чайковского говорится на каждой экскурсии? Зачем сейчас такие подробности рассказывать? И действительно, в этом не было бы никакой необходимости, если бы ни один неоспоримый факт. Биографичность, а вернее автобиографичность творчества Чайковского, она очевидна и неоднократно, она подчеркивалась и декларировалась композитором в статьях и письмах. Чайковский писал, я являюсь таким, каким меня создал Бог и каким сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в кое я живу и действую. И практически каждый творческий замысел композитора имел за собой глубинные семейные истоки и жизненные обстоятельства. Мы в Воткинске считаем, что все истоки музыки Чайковского, все истоки его творчества, его поэзии, они находятся, конечно, на Воткинской земле. И прежде всего это книги, которые читал маленький Петр вместе с мамой, с гувернанткой Фанни Дюрбах в Воткинском доме. По этим книгам, по сюжетам этих детских книг в будущем он напишет прекрасные музыкальные произведения. Это музыка, которая звучала в Воткинске в начале XIX века. Ну и, конечно, чудная Воткинская природа. Вы наверняка знаете, как Чайковский любил именно скромную уральскую природу. К этим истокам мы с вами сегодня непременно прикоснемся. Но для начала взглянем еще глубже и обратимся к корням, к тому, что питает любую семью. Итак, сейчас мы с вами все вместе зайдем в кабинет отца-композитора в Воткинском доме. И сразу любого человека слева привлекает огромное родословное древо по отцовской линии, которое раскинуло ветви почти на стену. И в Воткинск, конечно, приезжают для того, чтобы понять истоки музыки Чайковского. И приезжают для того, чтобы приблизиться к пониманию личности гения. Между тем, родословное Чайковского было открыто не так уж давно. И до сих пор некоторые моменты родословной очерчены только пунктиром. Посмотрите, сколько темных силуэтов и как мало фотографий. Чайковские считали себя коренными жителями Урала. Хотя Илья Петрович Чайковский, отец композитора, был уральцем только во втором поколении. И поэтому, когда ему было 42 года, и его назначили начальником Воткинского завода, он не приехал в незнакомый далекий край из Петербурга. Он вернулся в родные уральские края. И поэтому он въезжал в Воткинск с очень радостным чувством. А сам Петр Ильич однажды сказал, «В точности решительно не знаю, кем были мои предки со стороны отца. Знаю, что дед мой был врач, служил в Вятской губернии, а засим мое генеалогическое древо теряется во мраке неизвестности». Конечно, этот мрак неизвестности уже немножко приоткрылся, но ведь совсем не случайно в родовой памяти композитора ярким пятном высветилась именно фигура деда, врача в Вятской губернии Петра Федоровича Чайковского. По-видимому, о дедушке в семье вспоминали особенно часто, вспоминали вот эту могучую фигуру и его славные дела. О предках Чайковского при жизни композитора, повторю, было мало что известно. И даже среди части родственников Петра Ильича существовало мнение, что предки их польского происхождения. И этому находились подтверждения документальные, например, упоминания в бархатной книге князей польско-литовских Чайковских, сообщения о польских Чайковских в энциклопедическом словаре Брагауза и Эфрона. Но оказалось, что полякам Чайковские отношения никакого не имели. Нужно подчеркнуть, что самого композитора не волновал вопрос никогда о родовитости своей фамилии. Даже известный трехтомный труд «Жизнь Петра Ильича Чайковского» его написал его брат Модест Ильич, это первый биограф-композитора, он открывается вот такой удивительной фразой. Одной из оригинальнейших и характернейших черт Петра Ильича Чайковского было ироническое отношение к благородству своего происхождения. Претензии некоторых родственников на аристократичность вызывали в нем насмешку недоверия, но подозрение в польском происхождении его раздражало и сердило. Он не считал себя столбовым дворянином, потому что среди ближайших предков не знал ни одного боярина, ни одного вотчиного землевладельца, а в качестве крепостных собственников он мог назвать только своего отца, обладавшего семьей повара в четыре души. Вполне удовлетворенный сознанием того, что носит имя безукоризненно честной и уважаемой семьи, он успокоился на этом. Итак, серьезное изучение уральской ветви родословной семьи Чайковских началось только в 20 веке, в 70-е и 80-е годы. И первооткрывателем родословной Чайковского по отцовской линии была удивительная светлая женщина Валентина Иосифовна Пролеева. Именно она открыла украинскую тайну происхождения семьи Чайковских. Валентина Иосифовна, она родилась в Откинске, музыка Чайковского, конечно, звучала в доме ее отца, в доме ее дяди. Она боготворила Чайковского. Но, тем не менее, она выбрала совсем другой жизненный путь. Она была инженером, служила на железной дороге. И вот только когда она вышла на пенсию, она осуществила свою мечту. Она начала заниматься на фортепиано как любитель, начала увлекаться живописью. И, конечно же, она приехала в дом-музей и попросила, чтобы ее назначили внештатным сотрудником дома-музея Чайковского в Откинске. Ее мечта осуществилась. И вот она начинает ездить по местам Чайковского. И однажды Валентина Иосифовна оказалась в Клину, где прошли последние 18 месяцев жизни Чайковского. Она стояла с экскурсионной группой и вдруг заметила на себе взгляд очень миловидной женщины. Та подошла к ней, познакомилась, удивилась, что Пролеева приехала с родины композитора, спросила ее имя. Пролеева в ответ спросила имя женщины. А та улыбнулась и сказала, «Меня зовут Ксения Юрьевна Давыдова. Я внучатая племянница Петра Ильича Чайковского». И вот так началась их дружба и многолетняя переписка. А в 1974 году Ксения Юрьевна, которая служила в Клинском музее композитора, обращается к Валентине Иосифовне с просьбой найти документы в Государственном архиве Удмуртской республики. Документы, которые касаются родословной Чайковского. И вот Пролеева начинает поиски. На протяжении следующих 20 лет она занималась поисками документов, связанных с родословной Чайковских, в архивах Удмуртии, Кировской, Пермской областей, в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Казани. И только энергия, вот эта настойчивость, она помогла выявить все тайны родословной Чайковских, в том числе и на Урале. И представляете, материалы, собранные Пролеевой, они настолько обширны, что сейчас они составляют отдельный фонд нашего музея, Воткинского музея Петра Ильича Чайковского. Итак, дед композитора Пётр Фёдорович Чайковский, он прибыл в Приуралье в 1776 году. Он родился в 1745 году на Украине. Среди части родственников композитора шла легенда о том, что их родоначальниками были запорожские казаки. И один из вариантов этой легенды как раз-таки Пролеева записала на Украине в селе Николаевке. После революции село называлось Фрунзовка. Итак, эта легенда гласила, «Жил в селе Троицком казак, емельяном его величали, с животными и птицами просто волшебником был. Он подражал соловьям и пел вместе с ними. Да так, что нельзя было узнать, кто из них соловей, а кто емельян. Свистом он водил птиц за собой. А в походе чаек звал, чайки кричали, искали берег и показывали казакам путь. Казаки прозвали емельяна чайкою, и якобы это прозвище передалось его детям. Кстати, та же легенда гласила, что все чайки были мастерами петь да играть на бандуре. Сказка ложь, да в ней намек. В прошении к императрице Екатерине II в 1769 году дет композитора писал, «Отец мой Федор Чайковский находился в Миргородском малороссийском полку сотни о Мельницкой казаком и назад года два как умре. А я родился в селе Николаевке и по желанию моему находился у обучения латинского языка в Киевской академии. А ныне по желанию моему от упомянутой академии уволен и определен к медико-хирургическим наукам имею Санкт-Петербург прошение». В переписи Николаевки Пролеева нашла упоминание вдовы Федора Чайки Анны и ее пяти сыновей. Наверняка именно обучаясь в Киевской академии Петр Чайка стал называться Чайковским. И вот такая трансформация то есть украинских фамилий на дворянский манер очень характерна для конца XVIII века. Так что непреднамеренно именно дет композитора стал родоначальником фамилии не Чайки, а уже теперь Чайковский. Дет композитора из Петербурга был отправлен на военную службу. В это время шла русско-турецкая война. И в составе Владимирского полка он прошел всю войну, побывал в Крыму, в Польше, в Молдавии. И архивные документы свидетельствуют, что дедушка композитора был замечательным лекарем и человеком. Вот, например, от службы он не отбывал, лености ради больным не рапортовался, вел себя порядочно, а сверх того, в походах против неприятеля, положенную на него должность, справлял с знающим и примернейшим образом. Верным долгу и чести Петр Федорович оставался на протяжении всей своей долгой жизни. А вскоре после окончания русско-турецкой войны этот Владимирский полк квартируют в Перми. И дедушка композитора оказался в вашем родном городе. Это событие как раз-таки связало на несколько десятков лет Чайковских с Уралом. В 1776 году Петра Федоровича Чайковского назначают городовым лекарем города Кунгура, также ваши родные края. Здесь он женится на дочери офицера Анастасии Степановне Посоховой. Как отмечал Модест Ильич Чайковский, брак Петра Федоровича и Анастасии Степановны был очень плодовит. У них родилось 20 душ детей, из которых до зрелого возраста дожили всего лишь пять, а трое – до глубокой старости. Из Кунгура семья Чайковских переезжает в Вятку, которая в те времена была центром вятского наместничества. Она включала и 13 уездов, и несколько заводов, в том числе наши заводы – Ижевский и Водкинский. А в 1785 году в жизни Петра Федоровича и в жизни всей семьи Чайковских происходит еще одно огромное событие. Деда-композитора наконец-то причисляют к дворянам. И он получил дворянский титул благодаря чину штаб-лекаря. И через несколько лет он уже имел крепостных людей и свой дом. Но, повторюсь, что вряд ли бы вот эти перипетии родословные пробудили бы интерес у композитора. Тот же Модест Ильич Чайковский, рассказывая об отцовской линии, подвел такой итог. Из краткого обзора деяний представителей в прошлом рода Чайковских по мере сил честно исполнявших свой долг перед Родиной можно видеть, до какой степени Петр Ильич был прав, довольствуясь тем, что подлинно известно о его старейших родичах и не гоняясь за геральдическими побрякушками, которые к доброй и безупречной памяти их ничего бы не прибавили. Тем не менее, вот это получение дворянства открыло перед выходцем из казачества совершенно новый путь и новые возможности. Он уже занял должность дворянского заседателя в Виатском совестном суде, а затем был городничем города Слободского. И в 1795 году именно в Слободском, который сейчас находится в Кировской области, родился отец композитора Илья Петрович Чайковский. Потом семья Чайковских после Слободского переезжает в Глазов, и вот в Глазове дедушка композитора оставался славным городничим до конца своих дней. И так память о Петре Чайковском, о Петре Федоровиче Чайковском, хранилась в его большой семье. И дети, которых он воспитал добрыми и трудолюбивыми, не забывали приезжать на могилу отца в Глазов. Так уже из Водкинска в 1840 году отец композитора пишет своей супруге Александре Андреевне «Я доехал благополучно до Глазова. Собираюсь ехать на могилу отца». Долгое время родословная Петра Ильича Чайковского не привлекала исследователей. Однако сейчас, открывая вот эти, казалось бы, такие далекие страницы прошлого, мы можем уверенно сказать, что они хоть и опосредованно, но они повлияли на творчество Чайковского. И вот та же Ксения Юрьевна Давыдова, внучатая племянница композитора, она написала про Леевой. Казалось бы, тема сугубо личная, узкая. Таких людей, как дет композитора Петр Федорович, в России было тысячи. Но чтобы правильно понять музыку Чайковского, надо знать, от кого он пошел. Память об отце для Ильи Петровича была священной. И в собственную семью он перенес самое доброе начало. В свою очередь Петр Чайковский с самого рождения рос в по-настоящему счастливом семействе Ильи Петровича и его супруги Александры Андреевны. Он воспитывался в атмосфере исключительной гармонии. И все, что он впитал в детстве, это все прозвучит в его музыке. В биографии брата опять же тот же Модест Ильич пишет «Несомненно, талантливость Петра Ильича в первые годы его жизни могла только высказываться и высказывалась в его крайней впечатлительности». Выражение также «стеклянный ребенок» в высшей степени верно передает сущность характеристики его детства. Он так сильно и глубоко воспринимает все, он так живо и потрясающе чувствует, что, не доставь ему судьба такого мягкого, идеального ковра семейной обстановки, этот птенец несомненно бы разбился и погиб. Действительно, нельзя представить себе более мягкого, более счастливого гнезда семейного, чем то, в котором провел детство Петр Ильич 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 Водкинском доме он впервые услышал музыку, и она завладела всем его сердцем, и в Водкинском доме он сделал первые совсем маленькие шаги в мир творчества. Итак, 1837 год. Император России Николай I назначает новым начальником Водкинского завода и Камско-Водкинского округа подполковника Илью Петровича Чайковского. Илья Петрович приезжает в маленький Водкинск из Петербурга 27 марта. И он с усмешкой наблюдал весь караул, который встречал его у шлагбаума, сотня казаков, чиновники, которые полусонные выглядывали из окон, из ворот. Каким же будет новый начальник? И только когда прошла весенняя распутница, к Илье Петровичу из Петербурга едет его молодая очаровательная супруга ангел Сашечка. И в Водкинском доме родители Петра Ильича провели 11 лет. И вы знаете, они оба в письмах говорили, что Водкинск это была счастливейшая эпоха в нашей жизни. Кстати, карьера Ильи Петровича до Водкинска совсем не складывалась удачно. Он окончил Вятское двуклассное училище в 13 лет и затем начал служить вот таким маленьким мальчиком на нашем Водкинском заводе. И по протекции начальников уральских заводов Андрея Федоровича Дерябина Илью Петровича отправляют учиться в Петербург в горный кадетский корпус. В 1817 году он его оканчивает и получает назначение на практику в Пермское соляное правление. Так что и дед композитора и отец композитора они пожили и послужили здесь в Перми. А он оканчивает практику а затем зачислен на службу в департамент горных и соляных дел. И получается только через 20 лет после окончания учебы в 1837 году он произведен в чин подполковника и начинает блестящую карьеру в Водкинске. Илья Петрович когда приезжает в Водкинск он сразу начинает писать письма своей супруге Александре Андреевне. И в первом письме он пишет «Ангел мой Сашечка дом в котором мы с тобой будем жить очень хорош и обширен». И конечно к приезду супруги он начинает ремонт и обо всех переделках он подробнейшим образом тоже сообщает ангелу Сашечке. И вот в одном из писем он ей пишет «Стены в доме уже готовы зала желтая гостиная голубая кабинет зеленый детская палевая картины уже развешены и стало так хорошо что мне кажется ты меня расцелуешь когда приедешь а твой поцелуй мне дороже чина и ордена». Заметьте даже в Водкинске отец композитора получил два ордена за 11 лет своей службы в Водкинске он сумел сделать столько сколько многие не успевают сделать за жизнь вы знаете например что отец композитора в нашем маленьком Водкинске построил первый в России железный пароход и это был пароход Астрабат и маленький Петя по каме прокатился на Астрабате и про себя отец композитора говорил «В жизни я следую правилу Цезаря уж лучше в деревне быть первым чем в Риме последним» и вот так эти слова пересекаются со словами его великого сына «Я артист который может и должен принести честь своей родине» действительно дом в котором поселились Чайковские он был прекрасным чудное расположение перед окнами раскинулась полянка которая летом была усеяна любимчиками одуванчиками с другой стороны дома огромный сад похожий на уголок настоящего леса ну а под окнами в нескольких десятках шагов от дома красовался огромный пруд настоящее лебединое озеро и однажды уже весной отец композитора выходит в сад и он спешит написать Александре Андреевне я был первый раз в саду ну какой чудесный тьма розанов махровых липы крыжовник вишни смородина земляника огурцы в теплице уже по пятому листу пруд ото льда открылся и к твоим услугам готова лодочка вот эта близость человека в саду к природе а в то же время близость к Богу ее так чувствовал маленький Петя с самого раннего детства и мотив родительского сада и в то же время божественного сада он будет позднее звучать в романсах Чайковского в детских песнях ну и конечно в операх Петра Ильича вечерами пленяли воображение картины восхитительных закатов над прудом и Фанни Дербах в письме 1893 года она уже из Франции напишет великому Петру Ильичу Чайковскому и она снова будет вспоминать маленький Воткинск она ему пишет Я никогда не видела таких красивых заходов солнца как в России когда пруд и небеса покрывались изумительными красками пчел и рыбаков качались на пруду гладком как зеркало в котором отражалось солнце мы особенно любили тихие мягкие вечера в конце лета с балкона мы слушали тихие протяжные нежные песни водкинских рыбаков если вы помните эти мелодии положите их на свою музыку ведь ваш язык понятен всем вот истоки музыки Чайковского песни рыбаков романсы которые пела в этом доме мама Александра Андреевна ну и конечно народные мелодии которые звучали в водкинске в любую пору года окрестности водкинска были настоящим праздником русской природы и возможно опять же не стоило бы так долго описывать красоты водкинской и уральской природы если бы не слова Петра Ильича который однажды сказал что созерцание природы это восторг гораздо более высокий чем преклонение перед искусством в доме номер один на Господской начальник поселился именно в этом доме дети рождались очень часто один за другим первым в доме Чайковских родился Николай Петр это был второй сын и как раз на этой фотографии Петру Чайковскому восемь лет посмотрите конечно на фотографии Петя прижимается к кому к маме которую всю жизнь он просто боготворил рядом с мамой стоит Сашенька это младшая сестра Петра Ильича она была на год младше и на руках у папы сидит Полечка младший сын и Полит его называли папошник и вот опять же та же мадемуазель Фанни Дюрбах она вспоминала Петя в детстве он так внешне уступал аккуратному подтянутому прилежному Николаю Петя вечно с вихрами по неосторожности что-то порвет что-то испачкает но стоило несколько минут пообщаться с неряхой Петей как ты понимал какая ласка какая любовь ко всему живому исходит у него из ума а главное из сердца она говорила что Петра нельзя было не любить потому что он любил всех и именно Фанни Дюрбах стала называть Петра стеклянным хрустальным мальчиком вот таким он был чувствительным таким ранимым любое замечание он переживал неделями поэтому на уроках Петра в Откинском доме никогда не ругали Фанни говорила что впечатлительности Петра не было пределов поэтому обходиться с ним надо было очень осторожно обидеть задеть его мог каждый пустяк это был стеклянный ребенок о наказаниях по отношению к нему и речи не могло быть то что другие дети пропускают мимо ушей у него глубоко западало в душу и при малейшем усилении строгости расстраивало так что становилось страшно и вот таким хрустальным таким стеклянным человеком Чайковский действительно оставался до конца дней в детстве проявилась вот эта тонкая восприимчивая душа композитора но вы знаете что Петр Ильич став уже гениальным композитором он был очень скромным очень деликатным очень изящным в обращении с любым человеком вы знаете также что он очень смущался своей славы и когда поклонники носили его на руках он всегда закрывал лицо руками он плакал и кричал это не мне не мне матушке России я вырос в глуши и с детства с самого раннего проникся красотой лучших черт русской народной музыки то есть Чайковский всю жизнь понимал что истоки его музыки на родной водкинской земле ну а когда в доме появилась гувернантка Петру Чайковскому было всего лишь четыре с половиной котика мама композитора Александра Андреевна она была ярой противницей раннего развития Пете запрещалось посещать уроки но он все-таки побывал на первом уроке французского языка и он слезно вымолил у мамы разрешение заниматься со всеми детьми и представьте себе к шести годам Петя он уже прекрасно и говорил и писал и по-немецки и по-французски а в шесть лет Петр начинает писать стихи на французском языке вот эти тетради удовольствия и перед вами сейчас одно из стихотворений маленького Петра называется оно очень и очень грустно молитва девочки совсем сиротки написал его Петя в семь лет но вы только послушайте еще название стихотворений маленького Петра было и стихотворение на смерть птички о мироздании и вот такая еще молитва для Господа на всю Россию пишет семилетний ребенок ну и конечно известное стихотворение к отчизне которое очень часто звучит и в разных изданиях и со сцены творческие занятия детей конечно поощрялись взрослыми но та же Фанни Дюрбах она вспоминала что Петя когда у него появлялась свободная минутка он с удовольствием начинал сочинять стихи или бежал к роялю к физическим упражнениям он был равнодушен в отличие от брата Николая и вот как раз за свои стихотворения он получил еще одно прозвище и Фанни Дюрбах верила что он станет великим русским поэтом и она воткински его называла Мон Пети Пушкин мой маленький Пушкин но вот видите Чайковский не оправдал ее надежд я конечно шучу но вы многие знаете что Петр Ильич он всю жизнь продолжал писать стихи и своим самым лучшим стихотворением он считал ландыши про любимые цветы и опять же Чайковский однажды воскликнул что не будь я композитором я обязательно стал бы поэтом ведь музыка и стихи в сущности они так близки друг другу но повторю что более всего в детстве конечно Петра влекла к себе музыка не случайно когда уже великого Чайковского в интервью спрашивали когда вы начали сочинять музыку он всегда отвечал одно и то же с тех пор как узнал ее и конечно узнал он музыку услышал музыку в стенах водкинского дома 28 августа 1844 года Илья Петрович пишет в письме Петя с Сашей сочинили песню наша мама в Петербурге Петру было 4 с половиной года вот это первая песенка о которой нам известно Александра Андреевна снова уезжает по делам в Петербург а Петя видимо так скучал так тосковал по маме что только музыкой первой своей песней смог выразить вот эту грусть по маме и он опять же в автобиографии писал мои склонности к музыке проявились 4 года мама заметив что я испытываю самую большую радость слушая музыку пригласила учительницу музыки Марью Марковну Пальчикову которая преподала мне основы нотной грамоты но появление первой учительницы музыки было связано не только с тем что заметила мама музыкальные способности с Петром произошел ужасный случай который повлиял на всю его судьбу повторю что любую свободную минутку Петя в отличие от братьев от сестер он не бежал на улицу играть он бежал к роялю и подбирал все мелодии которые слышал но после музыки он всегда был таким нервным так плакал что родители в один прекрасный момент подумали от музыки Петя сойдет с ума и лишь бы он не играл от него начали закрывать рояль на ключик но музыка это все равно звучало в голове и Петя начинал выстукивать мелодии которые слышал он один на всем что попадется на столе на подоконнике на спинке стула и вот однажды он стоял у окна шел дождь за окном и видимо мелодия снова рождалась в голове а рояль лучший друг он был закрыт и Петя начал выстукивать мелодию которую слышал он один прямо на стекле оконной рамы и он так увлекся тем немым бренчанием так сильно ударил пальчиком по стеклу что разбил его и очень сильно поранил ручку сразу же в комнату вбежали мама гувернантка Петя что случилось а он не замечал ни боли ни крови он озирался по сторонам и шептал одно и то же маменька музыка была здесь и вдруг разбилась и вот именно после этого случая нашли в Вятской губернии учительницу музыки Марью Марковну Пальчикову заметьте сделать это было совсем нелегко это вам не Петербург в Вятской губернии в те времена учителей музыки было очень и очень мало но вот опять же что интересно пройдет 40 лет после Воткинска и вдруг великий Чайковский который живет уже в Петербурге он получает письмо из Вятской губернии из Уржума от некой Марьи Марковны Логиновой он то и подумать не мог что его первая учительница музыки еще жива и она ему пишет вы стали таким великим она попросила у него материальной помощи ей было очень трудно и он назначает ей пожизненную пенсию и пишет Юргенсону своему ноту издателю у меня просит помощи моя первая учительница музыки которой я очень и очень благодарен и вот так до конца дней они переписывались еще одна ниточка которая всю жизнь соединяла Чайковского с Уралом первые музыкальные впечатления Чайковского они конечно и безусловно связаны с родительским домом редкие вечера пустовало зало в доме Чайковских конечно в обычные дни музицировали сами вы скажите а кто же музицировал Водкинск такая глушь оказывается в те времена в нашем маленьком Водкинске жили утонченно образованные семьи англичан немцев жили офицеры жили выпускники петербургского кадетского корпуса и вот они собирались и начинался музыкальный вечер Модест Ильич опять же писал общество которое собиралось в доме Чайковских ничуть не носило отпечатка провинциализма тогдашнего времени масса молодежи приезжавшей на службы из Петербурга и семьи англичан состоящих при заводе заставляли забыть близость Азии и внешнюю отдаленность от цивилизации для нас кстати Водкинске это до сих пор удивительно то есть в те времена Водкинск был культурным центром Урала в отличие от сегодняшнего времени музицировали и сами Чайковские вы знаете что отец композитора который был горным инженером он чудно играл на флейте и он даже писал вчера за обедом были у меня трио и квартет разыгрывали пьесы весьма недурные флейта я гвардеец вакар виолончель гитара формулиры управитель завода романов вот такое образование давал горный кадетский корпус и его устав гласил любой инженер должен играть на музыкальном инструменте потому что если судьба занесет его в отдаленный уголок Сибири он должен найти себе достойное занятие коим и была музыка вот так проходили музыкальные вечера ну и конечно самые светлые самые вот такие радужные воспоминания у Петра Чайковского всегда были связаны с образом любимой мамы Александра Андреевны он вспоминал как мама чудно пела русские романсы он помнил что у нее был совсем не громкий но очень приятный голос и он всегда начинал плакать как ребенок когда только слышал первые ноты Соловья Алябьева он вспоминал как чудно мама пела Соловья а он только пытался аккомпанировать и вот опять же почему Воткинск это самое светлое воспоминание потому что в Воткинске еще была жива мама очень скоро после Воткинска Александра Андреевна умирает от холеры и до 25 лет Чайковский он даже вслух ни разу не смог сказать слово мама его душили рыдания как маленького ребенка Вот этот образ мамы конечно главный женский образ всей жизни Чайковского Но на домашних балах которые устраивались тоже очень часто звучали не только домашние музыканты звучал целый заводской оркестрик приходил в дом хор Благовещенского собора и вот именно на таких домашних балах Петя окунулся в мир музыки представьте зала Чайковских вечером освещена люстрами горят свечи звучит музыка представьте себе мундиры великолепные пары кружатся дамы господа под звуки вальса мазурки зала переполнена шумом но вот раздались звуки настраиваемых инструментов и совершенно никто не замечает маленького мальчика который сидит в уголке дивана вихрастого петел он просто наблюдает за волшебниками музыкантами что же произойдет дальше а дальше в доме происходило чудо звучала музыка в доме был еще один удивительный инструмент которому очень обязан Чайковский как писал Модест Ильич роль музыкального просветителя будущего композитора выпала на долю неодушевленного инструмента аркестрины это был домашний орган средней величины то есть на аркестрине можно было играть как на обычном фортепиано а если то не умел то можно было сесть за нее внизу располагаются педали можно было их качать ногами валик начинал крутиться воздух проходил сквозь перфорацию и звучала великолепная музыка и вот все вспоминали что маленький Петя мог десятки раз садиться за оркестрину качать педали лишь бы только слышать музыку Моцарта и прежде всего арии из оперы Дон Жуан это на всю жизнь была любимая опера Чайковского опера Дон Жуан Моцарта и опять же Модест Ильич пишет что оркестрина маленького Петра Чайковского познакомила с музыкой Россини Беллини Даницети ну и например Илья Петрович из Петербурга привез даже вальсы Штрауса которые танцевали только в столице значит маленький Петя был в курсе всех музыкальных новинок так по иронии судьбы механический инструмент исполнявший Моцарта сыграл огромную роль в судьбе Чайковского он писал я Моцарта не только люблю я его боготворю лучше из всех когда-либо написанных опер для меня Дон Жуан я бы мог до бесконечности говорить об этом лучезарном гении которому я питаю какой-то культ тем что я посвятил жизнь свою музыки я обязан Моцарту он дал мне первый толчок моим музыкальным силам и он заставил меня полюбить музыку более всего на свете однажды в доме снова были гости звучала музыка и никто не заметил что маленький Петя из зала поднялся наверх в спальню когда к нему подошла мадемуазель Фанни Дюрбах она увидела что он горько горько плачет она его спросила Пьер что случилось а он поднял на нее глаза полные слез и отвечал ой это музыка музыка но музыки в ту минуту в доме уже никакой не было а он начал показывать на голову и кричать она у меня здесь она не дает мне покоя избавьте меня от нее вот так сильно музыка действовала на Петра в детстве и вот это будет преследовать ой это музыка музыка великий дар но в то же время огромное мучение на всю жизнь и вот таким удивительным образом воспоминания детских лет сопровождали Чайковского всю его жизнь возвращением счастливое детство для Петра Чайковского это были часы работы конечно над известным детским альбомом над 16 песнями для детей над балетами лебединое озеро спящая красавица над щелкунчиком конечно же и многими операми и даже работа над последней шестой патетической симфонией и сейчас я хотела бы вместе с вами послушать фрагменты тех произведений в которых звучат воспоминания детства и чтобы вы сами почувствовали вот эту ниточку которая вела из водкинского дома с Урала к великой музыке и так конечно первое произведение к которому мы с вами обратимся это цикл из 24 пьес детский альбом в детском альбоме все связано с воспоминаниями детства тут и привычное начало дня утренняя молитва и завершение в церкви вот он звон колоколов Благовещенского собора в Воткинске и всегда живой образ мамы очень светлая пьеса мама и сказки няни Бонны Каролины нянины сказки Баба Яга ну и конечно любимые игры и игрушки была у Чайковских и игра в лошадки ну а какой человек почти в 50 лет помнит как это болезнь куклы а потом похороны куклы и вот при малейшем усилении и строгости расстраивала так что становилось страшно и вот таким хрустальным таким стеклянным человеком Чайковский действительно оставался до конца дней в детстве проявилась вот эта тонкая восприимчивая душа композитора но вы знаете что Петр Ильич став уже гениальным композитором он был очень скромным очень деликатным очень изящным в обращении с любым человеком вы знаете так же что он очень смущался своей славы и когда поклонники носили его на руках он всегда закрывал лицо руками он плакал и кричал это не мне не мне матушке России я вырос в глуши и с детства с самого раннего проникся красотой лучших черт русской народной музыки то есть Чайковский всю жизнь понимал что истоки его музыки на родной водкинской земле ну а когда в доме появилась гувернантка Петру Чайковскому было всего лишь четыре с половиной котика мама композитора Александра Андреевна она была ярой противницей раннего развития Пете запрещалось посещать уроки но он все-таки побывал на первом уроке французского языка и он слезно вымолил у мамы разрешение заниматься со всеми детьми и представьте себе к шести годам Петя он уже прекрасно и говорил и писал и по-немецки и по-французски а в шесть лет Петр начинает писать стихи на французском языке вот эти тетради удовольствия и перед вами сейчас одно из стихотворений маленького Петра называется очень и очень грустно молитва девочки совсем сиротки написал его Петя в семь лет но вы только послушайте еще название стихотворений маленького Петра было и стихотворение на смерть птички о мироздании и вот такая еще молитва для Господа на всю Россию пишет семилетний ребенок ну и конечно известное стихотворение к отчизне которое очень часто звучит и в разных изданиях и со сцены творческие занятия детей конечно поощрялись взрослыми но та же Фанни Дюрбах она вспоминала что Петя когда у него появлялась свободная минутка он с удовольствием начинал сочинять стихи или бежал к роялю к физическим упражнением он был равнодушен в отличие от брата Николая и вот как раз за свои стихотворения он получил еще одно прозвище и Фанни Дюрбах верила что он станет великим русским поэтом и она воткински его называла Мон Пети Пушкин мой маленький Пушкин но вот видите Чайковский не оправдал ее надежд я конечно шучу но вы многие знаете что Петр Ильич он всю жизнь продолжал писать стихи и своим самым лучшим стихотворением он считал ландыши про любимые цветы и опять же Чайковский однажды воскликнул что не будь я композитором я обязательно стал бы поэтом ведь музыка и стихи в сущности они так близки друг к другу но повторю что более всего в детстве конечно Петра влекла к себе музыка не случайно когда уже великого Чайковского в интервью спрашивали когда вы начали сочинять музыку он всегда отвечал одно и то же с тех пор как узнал ее и конечно узнал он музыку услышал музыку в стенах водкинского дома 28 августа 1844 года Илья Петрович пишет в письме Петя с Сашей сочинили песню наша мама в Петербурге Петру было четыре с половиной года вот это первая песенка о которой нам известно Александра Андреевна снова уезжает по делам в Петербург а Петя видимо так скучал так тосковал по маме что только музыкой первой своей песней смог выразить вот эту грусть по маме и он опять же в автобиографии писал мои склонности к музыке проявились четыре года мама заметив что я испытываю самую большую радость слушая музыку пригласила учительницу музыки Марью Марковну Пальчикову которая преподала мне основы нотной грамоты но появление первой учительницы музыки было связано не только с тем что заметила мама музыкальные способности с Петром произошел ужасный случай который повлиял на всю его судьбу повторю что любую свободную минутку Петя в отличие от братьев от сестер он не бежал на улицу играть он бежал к роялю и подбирал все мелодии которые слышал но после музыки он всегда был таким нервным так плакал что родители в один прекрасный момент подумали от музыки Петя сойдет с ума и лишь бы он не играл от него начали закрывать рояль на ключик но музыка это все равно звучало в голове и Петя начинал выстукивать мелодии которые слышал он один на всем что попадется на столе на подоконнике на спинке стула и вот однажды он стоял у окна шел дождь за окном и видимо мелодия снова рождалась в голове а рояль лучший друг он был закрыт и Петя начал выстукивать мелодию которую слышал он один прямо на стекле оконной рамы и он так увлекся тем немым бренчанием так сильно ударил пальчиком по стеклу что разбил его и очень сильно поранил ручку сразу же в комнату вбежали мама гувернантка Петя что случилось а он не замечал ни боли ни крови он озирался по сторонам и шептал одно и то же маменька музыка была здесь и вдруг разбилась и вот именно после этого случая нашли в Вятской губернии учительницу музыки Марью Марковну Пальчикову заметьте сделать это было совсем нелегко это вам не Петербург Вятской губернии в те времена учителей музыки было очень и очень мало но вот опять же что интересно пройдет 40 лет после Воткинска и вдруг великий Чайковский который живет уже в Петербурге он получает письмо из Вятской губернии из Уржума от некой Марьи Марковны Логиновой он-то и подумать не мог что его первая учительница музыки еще жива и она ему пишет вы стали таким великим она попросила у него материальной помощи ей было очень трудно и он назначает ей пожизненную пенсию и пишет Юргенсону своему ноту издателю у меня просит помощи моя первая учительница музыки которой я очень и очень благодарен и вот так до конца дней они переписывались еще одна ниточка которая всю жизнь соединяла Чайковского с Уралом первые музыкальные впечатления Чайковского они конечно и безусловно связаны с родительским домом редкие вечера пустовало зала в доме Чайковских конечно в обычные дни музыцировали сами вы скажите а кто же музыцировал Водкинск такая глушь оказывается в те времена в нашем маленьком Водкинске жили утонченно образованные семьи англичан немцев жили офицеры жили выпускники петербургского кадетского корпуса и вот они собирались и начинался музыкальный вечер Модест Ильич опять же писал общество которое собиралось в доме Чайковских ничуть не носило отпечатка провинциализма тогдашнего времени масса молодежи приезжавшей на службы из Петербурга и семьи англичан состоящих при заводе заставляли забыть близость Азии и внешнюю отдаленность от цивилизации для нас кстати Водкинске это до сих пор удивительно то есть в те времена Водкинск был культурным центром Урала в отличие от сегодняшнего времени музыцировали и сами Чайковские вы знаете что отец композитора который был горным инженером он чудно играл на флейте и он даже писал вчера за обедом были у меня трио и квартет разыгрывали пьесы весьма недурные флейта я гвардеец вакар виолончель гитара формулиры управитель завода романов вот такое образование давал горный кадетский корпус и его устав гласил любой инженер должен играть на музыкальном инструменте потому что если судьба занесет его в отдаленный уголок Сибири он должен найти себе достойное занятие коим и была музыка вот так проходили музыкальные вечера ну и конечно самые светлые самые вот такие радужные воспоминания у Петра Чайковского всегда были связаны с образом любимой мамы Александра Андреевны он вспоминал как мама чудно пела русские романсы он помнил что у нее был совсем не громкий но очень приятный голос и он всегда начинал плакать как ребенок когда только слышал первые ноты Соловья Алябьева он вспоминал как чудно мама пела Соловья а он только пытался аккомпанировать и вот опять же почему Воткинск это самое светлое воспоминание потому что Воткинске еще была жива мама очень скоро после Воткинска Александра Андреевна умирает от холеры и до 25 лет Чайковский он даже вслух ни разу не смог сказать слово мама его душили рыдания как маленького ребенка вот этот образ мамы конечно главный женский образ всей жизни Чайковского Ну а на домашних балах которые устраивались тоже очень часто звучали не только домашние музыканты звучал целый заводской оркестрик приходил в дом хор Благовещенского собора и вот именно на таких домашних балах Петя окунулся в мир музыки представьте зала Чайковских вечером освещена люстрами горят свечи звучит музыка представьте себе мундиры великолепные пары кружатся дамы господа под звуки вальса мазурки зала переполнена шумом новая шестая симфония она ответила что он описал в ней свою жизнь и он сказал да ты угадала он обрадовался первая часть моей симфонии это детство и смутное стремление к музыке вторая это молодость и светская жизнь а третья это жизненная борьба и достижение славы ну а последняя добавил он молитва об умершем чем мы все кончаем но для меня еще это далеко я чувствую себе столько творческих сил я знаю что я еще создам много много хорошего и лучшего чем до сих пор через две недели после этого разговора Чайковский скончается от холеры в Анне Дюрбах среди записей маленького Петра Чайковского обнаружила листок и она пишет уже из Франции великому Петру Ильичу я обнаружила вашу запись которую вы написали видимо когда вам было восемь лет о всемогущий Бог зачем зачем ты только меня создал и она ему пишет сколько взрослых людей ни разу не задавали себе этого вопроса а вы когда вам было восемь лет уже задумывались над этим ну и закончить вот эти проведения нити из детства к произведениям я конечно хочу оперой Евгений Онегин потому что сегодня в театре оперы и балета в Перми в великолепном театре будет звучать опера Петра Ильича И как раз Евгений Онегин это пример абсолютного совпадения всех жизненных обстоятельств и семейного порядка и поисков Чайковского как реформатора в оперном искусстве девятнадцатого века и он считал что Онегин это музыкальное воспроизведение далеких от трагичности от театральности самых обыденных простых общечеловеческих чувствований Чайковский признавался словом она написана искренне и на эту искренность я возлагаю все мои надежды и предпосылками того что Евгений Онегин Чайковского родом из его детства являются следующие удивительные факты мать композитора Александра Андреевна Чайковская она в патриотическом институте училась у Плетнева у поэта девятнадцатого века которому Пушкин как вы знаете посвятил свой роман в стихах энциклопедию русской жизни Евгений Онегин посвящен Петру Александровичу Плетневу опять же в той же библиотеке которой так дорожил Чайковский библиотеки в Клину хранится дом Пушкина опять же 1837 года издания это год смерти Пушкина и скорее всего вот эта книга она семейная и в ней сотрудники Клинского музея нашли пометы незнакомым почерком и они предполагают что на полях не только заметки самого Петра Ильича но и пометы его отца и все это конечно анализировал Чайковский когда создавал уже оперу а обращался он именно к этому томику 1837 года либретто оперы в котором очень четко прочитывается семейный контекст вы знаете что предложила певица Лавровская ну сюжет Пушкинского Онегина но у Чайковского он скорее всего наложился на все что было связано с воспоминаниями детства и вот тут не могу не сказать что практически в либретто повторяется история и знакомство родителей Петра Ильича на полу Александра Андреевны и Ильи Петровича и вот такое маленькое открытие первое письмо которое написал Илья Петрович своей будущей супруге начинается фразой ах откуда эти слезы эту фразу использует Петр Ильич в сценарии фразу из письма своего отца к своей маме в памяти Петра Чайковского водкинский Урал где прошло детство они остались в мгновениях безмятежных лучезарных и вот такими могут быть мгновения только нашего детства каждого из нас и не случайно Петр Ильич петра Чайковский через полгода после водкинска напишет Фанне Дюрбах которая уехала жить в другую семью он ей пишет милая Фанечка как бы я мечтал проснуться завтра снова в водкинском доме и снова увидеть вас я с ожилением думаю что время которое я провел в водкинске прошло так быстро я очень надеюсь что вы не утомились что вы отдохнули душой и вы вот с этими воспоминаниями девятнадцатого века без суеты спокойно как все было тогда и с музыкой Петра Ильича проведете эти выходные до встречи в водкинске